Евро-молодежь за консерваторов А где сейчас Гретхен? Давно ее видели в новостях? Вот-вот Все потому, что сегодня юность за правых консерваторов Видимо, устали подростки от взрослых геополитических игр Чего именно они хотят? Какими средствами готовы отстаивать свой взгляд на будущее мира? И как подростки уже меняли историю? Соцопросы по обе стороны Атлантики последние годы показывали примерно одно и то же Молодые люди от 16 до 24 в демократических странах склонны поддерживать левые идеи Радикально и не очень Но в этом году все изменилось Если пять лет назад треть всех подростков Германии проголосовала именно за зеленых и левых То сегодня большинство из них верны крайне правой партии, альтернативе для Германии Всего за АДГ на этих выборах проголосовало 16% молодых немцев В возрасте от 16 до 24 На 11% больше, чем в прошлый раз Более того, в общем, по стране АДГ взяла второе место на голосовании в Европарламент в Германии в минувшие выходные Но почему, в частности, немецкая, да и почти вся европейская молодежь изменила своим же политическим взглядом? Чем их привлекают партии, которые выступают против всего того, за что молодежь с таким упорством боролась последние полвека? Возможно, все это можно объяснить простой фразой Запретный плод всегда сладок, особенно для молодых Возьмем для примера ту же альтернативу для Германии Она появилась 11 лет назад, в 2013-м, в знак протеста Тогда Евросоюз решил поддержать Грецию и Кипр, экономика которых улетела в крутое пике Вот против того, чтобы немецкие налоги уходили в греческий карман, АДГ протестовала С самого начала партия оппозиционировала себя как детище интеллектуальной элиты Германии Среди основателей профессор макроэкономики Гамбургского университета Бернт Лукке Бывший редактор отдела политики Франкфуртер Альгемайнетцайтунг Конрад Адам Профессор экономики Тюбингенского университета Йохим Штарбатти и многие другие Но как все эти серьезные дяди и тети смогли достучаться до молодежи? Да никак! За них это сделали как раз те, кто очень не хотел, чтобы юные немцы голосовали за АДГ Несмотря на интеллигентный состав этой партии, в Германии ее считают почти что нацистской Сколько негативных новостей, расследований о легальной и нелегальной деятельности, разоблачающих материалов Было выпущено за эти годы об АДГ Но чем больше помоев выливают, тем привлекательней партия становится в глазах тинейджеров Тем более, что сами партийцы стали выгодно для себя использовать негативный имидж, который им создали СМИ Партия профессоров и интеллектуалов берет молодежь провокациями и откровенным бунтом против системы Эти настроения прекрасно показывают роли, гуляющие по немецким соцсетям В нем группа состоятельных молодых мужчин и женщин на вечеринке на Зильте, это популярный курорт для богатых, скандирует Иностранцы вон! Германия для немцев! Один из молодых людей в толпе даже зигует Немыслимый ужас для современных взрослых немцев, воспитанных в культуре стыда за нацистское прошлое А для тинейджеров? Бунт против надоевшей идеологии Один из лидеров молодежного крыла АДГ, юная альтернатива Флориан Рус, считает, что молодежь тянется к партии как раз из-за дружного общественного осуждения Это как в 1950-е с рок-н-роллом Юношеский бунт в чистом виде Многие тогда слушали Элвиса, потому что родители его запрещали То же самое и с АДГ Люди спрашивают, неужели они впрямь настолько плохи? Они решают проверить сами и выясняют, что эти ребята совсем даже неплохие Историческую параллель проведем как раз таки с роком, только с русским Вопрос, был ли русский рок так уж популярен до того, как с ним начали бороться? Ну, много ли народу действительно знали имена Бориса Гребенщикова, Майка Науменко Или тогда еще совсем молодого Виктора Цоя До начала тотального наезда на рокерах в 83-м Наступление на этот жанр и все к нему прилагающееся В стране советов началось с глупейшей статейки в комсомолке Рагу из синей птицы про группу «Машина времени» И понеслась В газетах, по радио и на ТВ рок стали мочить С приходом к власти Андропова, бывшего главы КГБ Рок-ансамблю вообще было решено ликвидировать Наверное, чтобы молодежь вернуть к народникам И заставить петь хором вихри враждебные Короче, рок загнали в подполье Вот в этой ситуации народ в СССР его и полюбил У нас же и правда трепетно относятся к тем, кого обижает власть Вспомним хотя бы сакраментальную фразу Егора Легачева, обращенную к Ельцину «Борис, ты не прав!» С нее и началась популярность Бориса Николаевича И немецкая партия «Альтернатива для Германии», как и все другие крайне правые европейские партии, сегодня Как раз в том же положении, что и Рок в СССР в 80-е Молодежь тянется к полузапретным, облитым помоями в СМИ Новым по дате создания, но старым и консервативным по идеологии идеям А те идеи, что были раньше запретными Вся эта глобализация, экоповестка, мир без границ Современной молодежи просто неинтересны Ведь они больше не вызывают ни резонанса, ни споров, ни бунта Итак, на выборах 9 июня крайне правые партии получили большинство голосов в четырех крупнейших странах Европы Франции, Германии, Австрии и Венгрии Во Франции своей уверенной победе крайне правая партия «Национальное объединение» во многом обязана именно молодому электорату Причем, если в ФРГ правую альтернативу для Германии поддерживает примерно 22% молодых людей Что уже вызывает панику во власти То во Франции за правых целых 36% людей в возрасте от 18 до 24 Чуть поменьше, но тоже мощная молодежь поддержала правых и в Нидерландах Там 31% голосов молодые люди отдали правой партии «Свободы» Герта и Вилдерса Которая обещает принять жесточайший антиэмиграционный закон Цитата «Самый жесткий закон о предоставлении убежища за всю историю» И это при том, что с 2015-го миграционная политика Еврозоны была максимально либеральной и суперповесточной Фактически в Старом Свете реализовали тот самый мир без границ, о котором так мечтала вся европейская молодежь еще полвека назад Однако прошлогодние соцопросы в Германии показали, что у современной молодежи, например, тревогу из-за изменений климата Вытеснили куда более насущные проблемы Острая нехватка жилья, слабая пенсионная система Германии и даже страх нищей старости Депутат Европейского парламента от АДГ Максимилиан Кра считает, что крайне правым помогла, цитата «Поразительная непривлекательность нынешних левых» В 60-е и 70-е, в эпоху хиппи, в Уцтоку и антивоенных митингов против бойни во Вьетнаме Левые наоборот манили подростков Но сегодня они смотрятся весьма уныло Вегетарианская еда, грузовые велосипеды, да не смешите меня, заявил Кра И продолжим Левые проталкивают программу экономического антироста По сути, обещая молодым людям, что они будут жить беднее, чем их родители, бабушки и дедушки А еще не внушают, что им придется пойти на жертвы ради спасения климата Рожденные и выросшие в сытых условиях постоянного экономического роста и отсутствия крупных войн Родители дедушки и прадедушки нынешней молодежи мечтали о всеобщем счастье Современные же тинейджеры вынуждены со страхом смотреть в будущее И до каких крайностей эти страхи их могут довести, страшно даже подумать Такое уже, конечно, тоже было в истории Параллель переносит нас на полвека назад А как раз в тот момент, когда дедушки и прадедушки нынешних европейских тинейджеров Боролись на баррикадах за то, против чего сегодня голосуют их внуки После поражения Германии, Италии и Японии во Второй мировой Фашизм и нацизм, проповедовавшие сильное государство, стали табу И даже консервативные, а не радикальные, правые идеи на некоторое время потонули в популярности социализма Однако уже с 50-х, после берлинского кризиса, восстания в Венгрии и возведения берлинской стены Симпатии к левым поутихли Европа вновь начала праветь Только теперь это была уже правизна не Гитлера и Муссолини, а Конрада Аденауэра и Шарля де Голля Последний, прямо как Марин Ле Пен сегодня или Дональд Трамп в 16-м году Буквально требовал сделать Францию вновь великой Но как вернуть былое величие? Усилить государственную власть, повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность французской промышленности В целом, со 10 лет при де Голле объем промышленного производства увеличился на 60%, а сельскохозяйственного на 66% Франция стала вторым после США экспортером продовольствия в мире А еще Шарль ввел независимую внешнюю политику При нем признали коммунистический Китай Он даже провел встречу с Леонидом Брежневым и вывел родную Францию из НАТО Франция действительно становилась независимой Уровень жизни рос, но тут появились дети Точнее студенты Недовольные тем, что мужские и женские общежития в университетском городе Нантере были открыты только для представителей соответствующего пола Именно эта ерунда стала причиной одного из самых масштабных молодежных бунтов в мировой истории И отставки самого Шарля Деголя, безумно популярного лидера французского сопротивления Понятно, не только визиты к зазнобам в общагу волновали студентов Им не нравилось все Методика преподавания, то, что им не дают изучать Маркса или Сартра Многое-многое другое И понеслась Баррикады на улицах, стычки с полицией Но Деголь даже значению этому не придавал Ну, дети, мол, перебесятся Однако 1 мая 1968 года на улицы Парижа вышли уже 100 тысяч студентов и преподавателей 3 мая перепуганный ректор Сарбона вызвал полицию Которая не стала церемониться и пустила в ход дубинки и слизоточивый газ Молодые революционеры отбивались булыжниками 4 мая Сарбону закрыли Многих студентов отдали под суд Теперь уже не только в Париже, но и по всей Франции Разгневанные молодые люди стали выходить на улицы К ним присоединялись рабочие В итоге положение для Деголя оказалось безвыходным 30 мая он распустил парламент Прямо как Эммануэль Макрон на днях И назначил перевыборы После этого революционный накал пошел на спад А самое удивительное Что в результате перевыборов Абсолютное большинство голосов получила Именно партия Деголя То ли молодежь забила на выборы То ли взрослых оказалось больше Но дети все равно подпортили жизнь президенту Деголь так и не смог смириться со случившимся И уже следующей весной в апреле 69-го Он подал в отставку В последний раз в этом выпуске вернемся в современность И зададимся вопросом А почему собственно взрослых европейцев Так пугает интерес их детей к правым партиям И вообще сама победа этих правых на выборах Может просто много шума из ничего? Несмотря на то, что правые собрали рекордное количество голосов В некоторых странах На выборах в Европарламенте Уверенную победу одержали вовсе не они А все та же Европейская народная партия Урсулы фон дер Ляйен Даже на 9 мест больше получила Чем на прошлых выборах в 2019-м Целых 185 В общем очевидно, что ближайшие 5 лет Политика Евросоюза не изменится Но чего ж тогда все переживают? Может потому что Хотя политика Евросоюза и останется неизменной В нем самом уже никого не останется? Клэр Дейли, депутат Европарламента Ровно 5 лет назад заявила Что если в Европе Цитата Не положат конец неолиберальному курсу Который они избрали Будет еще много брекситов И конечно у нас будет гораздо больше ультраправых депутатов И ЕС будет распадаться Да, правые не стали править еврозонем Но Если в ходе перевыборов Они поддержанные молодежью Победят в своих странах Они же вполне могут свои страны из еврозоны вывести Вспомним брексит И останется тогда Урсула фон дер Ляйен При всей полноте власти Но без государства Пока в странах бывшей еврозоны Власть будут брать молодые реформаторы Прямо как было у Михаила Горбачева Для финальной параллели вернемся В не столь уж далекое прошлое 25 декабря 1991 года Михаил Сергеевич объявляет об отставке Но на самом деле это лишь формальность По сути уже с лета 91-го он стремительно теряет власть Латвия, Литва, Эстония и Грузия еще с 89-го Отбивали свою независимость по частям А к лету 91-го Де-факто стали отдельными странами Но и к декабрю Даже без этих республик СССР все еще существует И Горбачев его глава Ему же подчиняются армии и спецслужбы Но на арест тех, кто подписывал 8 декабря Беловежские соглашения Духу Горбачеву не хватит Через две недели после Беловежской пущи Оставшиеся 11 республик СССР Подписывают Алма-Атинскую декларацию Которая окончательно уничтожает СССР Михаил Горбачев оказывается президентом без государства 23 декабря он переживает, пожалуй, самое страшное унижение в жизни На встрече с Ельциным Для обсуждения процесса передачи власти А 25 декабря весь мир увидит и услышит Я прекращаю свою деятельность На посту президента СССР В конце все того же 91 года Министром финансов РСФСР Становится Егор Гайдар Не столь юный, как студенты на баррикадах в Париже Но все же куда моложе Среднестатистического члена Политбюро Этот 35-летний политик Приведет к власти так называемых Младореформаторов Вот они на фото Здесь будущие правители России Запечатлены во время стажировки в Австрии По обмену опытом Александр Шохин Будущий министр труда и занятости населения Петр Авен через год станет министром внешнеэкономических связей Андрей Нечаев Министр экономического развития Алексей Улюкаев Соймет ту же должность, но уже в 2010-х Анатолий Чубайс Заместитель председателя правительства Российской Федерации А позже тоже министр финансов Владимир Машец Министр Российской Федерации по сотрудничеству с государствами и участниками СНГ Сергей Глазьев Будущий министр внешних экономических связей Российской Федерации А вот на этом снимке и сам главный младореформатор Егор Гайдар С ним-то и связывали самые большие надежды на светлое будущее Не будем обсуждать, куда привели молодые реформаторы Россию Но напоследок я бы все-таки хотел задаться вопросом Интересно, а как бы поступила Урсула фон дер Ляйен Которая, напомню, была министром обороны Германии Если бы оказалась на месте Горбачева А еще удастся ли современным молодым реформаторам Так активно голосующим за правых в Европе Действительно привести свои страны к светлому будущему Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok